А сейчас я предлагаю Ирину Филимончикову, простите, представляю Ирину Филимончикову, заместителя министра здравоохранения Хабаровского края, начальника управления организацией медицинской помощи. Простите, мы начали так шутливо, поэтому... А я шутливо думала, до этого я была в другой должности, поэтому можно было Ирину. А тут, думаю, наверное, сейчас скажут Ирина Давыдовна, официоз какой-то, поэтому я благодарна, что я остаюсь Ириной Филимончиковой. Ну, вы, наверное, слышали, ну вы, конечно, слышали. Две недели назад сначала отчет был Росздравнадзора о том, что у нас, начиная с 2000 года, продолжительность жизни увеличилась почти на 8 лет. И лично к моему удивлению, это вызвало негативную ироническую реакцию, люди в это не поверили. Но вчера буквально уже министр здравоохранения Скворцова подтвердил, действительно, согласно всем официальным данным статистики, увеличилась на 8 лет. Такая же радужная картина и в Хабаровском крае? Ну, да. Да. У меня перед глазами, я, в общем, себе немножко изменяю, взяла с собой специальную информацию, чтобы не ошибаться. Значит, статистика взята с 99-го года, грубо 20 лет, и по Российской Федерации, и по Хабаровскому краю. И получается, если от и до, то получается прирост по Российской Федерации 8 лет, у нас оба пола 7 лет. То есть, в принципе, мы говорим, мы говорим о одинаковых тенденциях для государства. Конечно, существуют какие-то различия, мы всегда говорим, что мы Дальний Восток, приравненная к северу, есть какие-то особенности. Но вот эти тенденции, они как у женщин, так и у мужчин. В принципе, где-то на 10,5% вот эти как раз 8-7 лет. А вот смотри-ка сейчас. Чуть-чуть лучше, потому что там по стране больше у женщин, но гораздо меньше у мужчин. Ну вот смотрите так, по оба пола Российская Федерация 72,9, у нас 72. Ну где-то вот разница небольшая. У мужчин в целом по Российской Федерации 67,75, у нас 64,75. Три года так. Но уже тащитило. Вот, а у женщин два года разница, 77,8, 75,6. Ну, мужчины обычно живут меньше женщин, и это, может быть, причина кроется даже не столько в медицинских каких-то моментах, а это аварии, дорожно-транспортные происшествия, войны и прочее, прочее. Но в основном вот именно из-за этого разница статистика, или все-таки есть медицинские моменты? Ну, вообще считается так, что вот именно на ожидаемую продолжительность жизни влияют два фактора, такие, как младенческая смертность, детки, до года, и смертность в трудоспособном возрасте. Вот они влияют на, собственно, сложившийся, как расчет ведется. Детей больше рождается, их не умирает. Один фактор трудоспособный он определяет. А вообще, если говорить о факторах, влияющих на продолжительность жизни, вы, может быть, даже удивитесь, что генетике вообще-то придается четвертое, пятое место. На первое место выставляется, как вы думаете? Здоровый образ жизни. Образ жизни, абсолютно правильно, образ жизни. На втором месте оценка организации оказания медицинской помощи. Третье. Я забыла третье. Скорее всего, просто качество жизни. Не-не-не-не, все вспомнила. Склад характера, позитивное отношение человека к жизни. Все болезни от нервов, да? В принципе, статистика, да, она доказывает о том, что люди, которые оптимисты по складу характера, они живут дольше, чем пессимисты. Ну, парень, просто не зацикливается. Знаете, я доделал сказать, что наш телефон 456645. Мне вот важно ваше мнение. Вы верите в то, что действительно продолжительность жизни выросла? Я вот когда порылся в своей памяти, вспомнил, что в 90-е и 80-е годы среди моих знакомых стариков были люди, как правило, 60 лет. 60 лет считался старик, да. И я даже с трудом припоминаю, кому было там лет 80. Сейчас полно людей, в том числе, которые еще работают 80, да больше лет. Я тебе больше скажу, в 90-е им было 60, и сейчас 80. Они тогда были стариками, сейчас стариками. Мы говорим, что, в принципе, вот сейчас 80 лет дачники активно занимаются физическим трудом. Ну, а мы сколько спорили, и общественная спорила по поводу пенсионной реформы. Ведь она же тоже, пенсионная реформа, родилась не просто так на пустом месте. Действительно, проведены были расчеты, и наука доказала, что сегодня люди... Действительно, пенсионная реформа такая тема, сейчас нас засыплют комментариями. Нет-нет-нет, я не про реформу, я к тому, что ее рождение, оно было подкреплено государственной статистикой, которая говорила о том, что люди стали жить дольше. Я только об этом. У нас есть телефонный звонок, да, насколько я понимаю. Юрий, здравствуйте, вы в эфире. Да, Юрий, поселок Эльбан. Вот я хотел бы задать такой вопрос, вернее, сказать, да. Вот это, министр здравоохранения, значит, посчитала, что у нас люди стали жить дольше. Но они стали жить хуже. Она не посчитала, на сколько миллион у нас населения стало болеть больше. У нас практически все больницы, поликлиники забиты больными. У нас ужасно сколько стало больных по сравнению с десятилетиями давностью. Юрий, так, может быть, наоборот, лечить стали и жить стали дольше, соответственно? Раньше, может быть, не выявляли эти болезни? Да, у нас сейчас каждому гражданину России, уходя на пенсию, надо инвалидность давать автоматически. У нас все больные, у нас нет здоровых людей вообще. А чем болеют в основном? Ну почему? Ну, он онкологический. Нет, нет, чем болеют? Какие заболевания? Туберкулез. Ну, знаете, это от возраста зависит. Ну, нам очень ценно ваше мнение. Я ей призываю всех звонить, делиться своими впечатлениями, и, собственно, комментировать их будет уже официальная статистика. Ну, официальная статистика может говорить о том, что количество пролеченных больных у нас, если говорить про стационары, оно у нас неуклонно падает. А если говорить о количестве посещений, которые внутри амбулаторного звена, их стало больше. И структура говорит о том, что их стало больше, потому что мы преследуем цель профилактических посещений. Поэтому люди приходят, как вы знаете, и диспансеризации, и профилактические осмотры. Мы стали детей практически всех смотреть. Люди больше стали заботиться о своем здоровье, потому что дороже обходится. Да, но если говорить даже вокруг нашей темы, мы говорим о здоровом образе жизни, это тоже элемент отношения человека к своему здоровью. Да, он больше заинтересован в том, чтобы идти в поликлинику и выявить болезнь на ранней стадии. Он стал меньше курить. Статистика такая есть. По поводу алкоголя не могу там особенно комментировать, особенно наш Дальний Восток. Но статистика говорит, и алкоголя мы стали меньше употреблять, если на душу населения. А вот то, что касается болезни, которые в стационаре, мы уже приняли другие решения. Что в стационар, тогда, когда нужна круглосуточная помощь, нужно класть таких пациентов, которые нуждаются круглые сутки в наблюдении. Это высокие технологии. Мы говорим, что у нас больше пяти тысяч людей, которые сегодня делают и суставы, и стенты на сердце, и ортоконарное шунтирование стало доступно. Изменился даже состав людей, которые в стационарах пребывают. У нас телефонный звонок. Калина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Вот говорите про продолжительность жизни. Да, действительно, в цифрах она высокая. Вот, ну смотрите, правильно сказать, не продолжительность жизни, а продолжительность существования. Вот я сама скоро к 80, и у меня полно знакомых. Вот у нас, например, этаж 20 квартир, 6, 4 человека прикованы к постели, а двое, 4 лежачих, а двое ползучих. Вот, и получается, и таких много-много. А раньше было разве меньше? Я помню, знакомые моих дедушки и бабушки... Они даже не обращаются. Вот так, что продолжительность жизни растет, а фактически какая-то жизнь. Ну, давайте не будем всех под одну гребенку, да, наверное? Мои субъективные ощущения. Я помню хорошо знакомых и соседей моих дедушки и бабушки, среди них я помню очень много то без ноги, то парализованных. Нет, ну, мы с вами неоднократно даже в программе, и в этой, и с моим присутствием, говорили про национальные проекты. Вот среди национальных проектов, кроме борьбы с сосудистыми заболеваниями, новообразованиями, есть такой удивительный проект, который называется «Старшее поколение». И в этом проекте заложены очень хорошие, мне кажется, вещи. Они нацелены на долговременный уход за этими пациентами. Поэтому я 100% уверена, что люди, которые прикованы к постели, их было много всегда, потому что болезни всегда существовали. Мне кажется, вот такое мнение высказывают, потому что есть с чем сравнивать. Если мы раньше никого не видели, сейчас каждый день по экрану там радующиеся, не знаю, европейские пенсионеры, ну, которые действительно, вот, у них еще лучше, чем у нас. Не может же сразу быть так, как в Японии, в Германии. Но мне кажется, в нашем разговоре мы должны сказать о том, что у нас, по крайней мере, появилась цель. Мы наметили путь, как этой цели идти. Мы хотим людям продлить жизнь. Мы хотим, чтобы те, которые лежачи, назовем это так, люди маломобильные. Сегодня в программах государственных и закупка централизованной автомобилей для того, чтобы маломобильные группы населения можно было подвезти к поликлинике близлежащей, взять у них на дому кровь, обследовать их. Целое направление. Сейчас, по крайней мере, обязательные пандусы. Конечно, в большинстве случаев они бесполезны, но 20 лет назад никаких пандусов вообще речи даже не было. Ну, пытаемся, пытаемся, пробы и ошибки. Целое направление, которое появилось в палеотивной помощи. Палеотивная – это же не только онкологические больные. Это больные, которые болеют с тяжелыми болезнями. У нас есть телефонный звонок. Мария Яковлевна нам дозвонилась. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я бы хотела поговорить, мне хоть немного, о длительности жизни растет. Вы знаете, все это, как говорится, на бумаге растет, а в действительности и нет. Сколько у нас, допустим, в стране инвалидов и какое отношение к этим инвалидам. Стационар, речь, полетиться человеку некуда, нигде не берут. У нас все стационары позакрывали. Вот, допустим, медикаментами льготных и льготников снабжают очень плохо. Почему? А как же может расти продолжительность жизни, когда льготников вообще нет? Полгода в этом году вообще не было препаратов. Сейчас пойдешь выписывать. Из тех препаратов один, допустим, два. А человеку по жизни необходимо другое количество препаратов. И вынуждены инвалиды за свои деньги покупать препараты. Как же может жизнь наша расти? Да нет, конечно. Это все, как говорится, как вам сказать, по-русски, очкоферательство. Я думаю, что вы ошибаетесь. Я опять же хочу говорить о сравнении. Вот надо обязательно сравнивать. И сравнивать я хочу вот что. Что раньше у нас было очень много больниц, маленьких, участковых, в которых пациенты просто лежали. Просто лежали. И мы, как обыватели, скажем так, мы никогда не знали, какие лекарственные препараты нам вводят. Но нам было очень важно, что к нам приходит врач, он делает нам капельницу, делает укол. Сейчас установка у нас в государстве развивать систему восстановительной медицины, реабилитации. Мы сейчас пытаемся закупать то медицинское оборудование, которое позволит человеку после инсульта продолжать жить. И я таких примеров могу много сказать. Про лекарства то же самое. И все-таки комментарии в социальных сетях. Что пишут? Мне кажется, что все наоборот. Лет 25 тому назад, считают, было больше стариков в возрасте 75-80 лет. Сейчас особенно мужчин, считают, которые доживают, вот именно подчеркивают, доживают до такого возраста, очень мало. Кроме того, считают, что продолжительность жизни выросла. Но надо разделять продолжительность жизни у женского пола и у мужского. Если бы продолжительность жизни не выросла, то считают, что пенсионная реформа просто бы не назрела. Но есть и другое мнение, что в Дальневосточном федеральном округе люди мрут по-страшному, не дожив даже до предпенсионного возраста. Ну, опять же, подчеркивают по старой пенсионной системе. Ну и задают вопрос, у кого выросла эта продолжительность жизни? Наверное, только у депутатов. Потому что, вот, к примеру, Оксана пишет, ее родители умерли, не дожив до 70 лет. Один в возрасте 61 года, другой родитель в возрасте 67. Поддерживают дальше в комментариях. Пишут, что оба родителя умерли в возрасте 62 лет. В общем, комментарии в социальных сетях никак не поддерживают то, о чем говорится у нас в эфире. Продолжительность сокращается. Да, мне это не хочется быть в роли, что я доказываю людям. Но я перед глазами вижу статистику, я ей верю, я это знаю. Я могу сказать, что смертность у нас в Хабаровском крае составляет 13 на тысячу. То есть 13 человек из тысячи. Я могу вам привести примеры, какая она у нас была до этого. Я вас уверяю, она у нас снижается, эта смертность. Видите, может быть, с чем связаны, да, вот такие вот расхождения, что вроде бы видят, что люди болеют, но есть же утверждение, что раньше просто не каждый доживал до своего рака, до своей онкологии. А люди просто видят, что могут жить лучше. Им есть что сравнивать. Конечно, да, им есть чем сравнивать. Мы стали более доступны для нас, стали поездки за границу. Мы видим, как живут там-то, живут там-то. И мы пытаемся, то есть наши ожидания, они намного выше, чем то, что мы на сегодня имеем. Но это же не значит, что это стало хуже, чем это было 20 лет назад. Но все-таки мы никому рот не закрываем. Конечно, да. И каждый может высказаться. У нас телефонный звонок. Виктор Васильевич, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Простите, видимо, что-то с телефона. У меня такой вопрос. Я онкологический больной. У меня двойное заболевание, онкология. И я пошел сдавать кровь на ПСА. И оказывается, что нет реагентов, чтобы проверить мою кровь. И меня пинают, и все. И не знаю, куда теперь обратиться. А без ПСА я не могу пойти в онкодиспансер. Ну, если вас пинают, в любом случае надо пойти к главному врачу. В любом случае, если вы считаете, что ваши права ущемлены, нам неоднократно говорили, сразу обращаться к заведующему или главврачу. Или к страховой компании, которые у вас застрахованы. Да, то есть нету нерешаемых вопросов. Нету нерешаемых. Просто, ну, наверное, человек действительно не обратился. Ну, на самом деле, у меня меньше всего есть желание оправдать эту статистику. Я, как и все, не верю чиновникам. Я просто стараюсь быть объективным. Вот я вспоминаю, во-первых, среди моих знакомых гораздо больше стало людей лет по 80, и они весьма активны. Во-вторых, я помню, как в Хабаровске появилась, ну, к примеру, микрохирургия глаза. Сейчас вот мои знакомые, родственники там делают довольно простые операции. Это сейчас они простые. А 20-30 лет назад человек в определенном возрасте, он становился практически слепым. Вы подняли изумительную тему, которая благодатна тема. Потому что мы говорим не только о жизни, но мы говорим о качестве жизни. Потому что эти же люди, которым раньше было 65-70, они были слепы, вы совершенно правы. А сегодня есть возможность, и твои близкие, родственники, если даже не попадают на бесплатную операцию, потому что очереди очень большие, за бесплатный не всегда получается. Но, а если мы говорим про суставы, раньше ревматоидные, различные разрушения суставов, тазобедренных, делали человека абсолютно, но беспомощным он уходил на пенсию на инвалидность. А сегодня мы говорим, что они возвращаются в строй. Появляются такие лекарства, которые позволяют человеку дальше работать. Поэтому мне кажется, что пиземизм мы должны отбросить и вспоминаем, от чего зависит продолжительность жизни. Да, да. От оптимистов. Вы хотите жить долго, ведите здоровый образ жизни и имейте позитивный настрой. Спасибо. У нас в гостях была Ирина Филимончикова, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края. Продолжим сразу после короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова